Дай почитать. В книге две части, но в начале оппозиции автора Светланы Гурьяновой. Она уверена, что язык не исправить. И если большинство говорит о кофе в среднем роде, то с этим надо смириться. Вообще она предлагает смиряться со многим. Например, с тем, что носители русского языка перестают склонять названия имена. Та же участь у числительных. Часть слов меняет свое ударение. Разумеется, это закономерно. Язык упрощается. Из синтетического, каким является русский язык, постепенно становится аналитическим, как английский. «Успокойтесь», — говорит она своим читателям. Эта тенденция такая. Никакое не упрощение русского языка, а движение к аналитизму. В первой части между молотом пуризма и наковальней анархии, споры о современном русском языке, особенно достанется так называемым пуристам, борцам за воображаемую чистоту языка. Вот мы и узнаем, что молодежный сленг — это творчество, игра и эксперимент, что молодежи требуются свои слова, и сленг, оказывается, обогащает язык, что и заимствование — это тоже обогащение языка, что сарафан, помидор, огурец, шлем, богатырь, собака, князь, царь, церковь — все приемные, заимствованные слова, что звонит, вкусное кофе, присаживайтесь, извиняюсь, это не такая уж вопиющая безграмотность. Слова, которые кое-кем считаются чуть ли не языковыми отбросами, типа «извиняюсь» и «кушать», вполне могут оказаться осужденными несправедливо. Из первой части можно сделать два вывода. Повышайте языковую терпимость и говорите так, как вам нравится, но не нападайте на тех, кто говорит иначе. Вторая часть посвящена спорам о прошлом русского языка. И теперь пуристы могут передохнуть, а достанется лингва-фриком. Людям, которые придумывают и распространяют весьма занимательные, но совершенно ненаучные мифы о языке. Вывод – нужно быть терпимым к чужим ошибкам, но беспощадным к лженауке. 16+. Дай почитать.